МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. Подготовка к отопительному сезону. Обеспечение жителей области социально значимыми продуктами питания. Эти и другие вопросы обсуждались на аппаратном совещании в областном Акимате. Денежная премия за развитие государственного языка. В Доме дружбы вручены премии Акима Карагандинской области Тельжана Шере. Молодые лейтенанты демонстрируют умение обращаться со стрелковым оружием. Региональное командование Орталык Национальной гвардии провело учебно-методические сборы. 11 сентября в Карагандинской области стартовал месячник по санитарной очистке и благоустройству. Власти призывают жителей активно участвовать в работах по очистке, озеленению и благоустройству родных городов и сел. А 23 сентября состоится всеобщий областной субботник. Эти и другие вопросы обсуждались на аппаратном совещании в областном Акимате. Подготовка к отопительному сезону проходит согласно графику. Такое заявление сделали в областном Акимате. Особое внимание уделяется двум станциям – Жасказганской ТЭЦ и Темиртаусской ТЭЦ-2. Что касается запасов угля, все станции обеспечены нормативным запасом угля. Были вопросы по Шахтинской ТЭЦ. На сегодня договор на поставку угля заключен. Грузка угля началась уже и к началу отопительного сезона станция будет обеспечена 20-ти дневным запасом угля. Что касается подготовки объектов соцкульпыта, жилья и инженерных сетей. Также шла речь о готовности к зиме объектов образования. Руководитель управления образования заявила, что несмотря на продолжающиеся ремонты, все объекты к началу отопительного сезона получат паспорт готовности. Обсудили в областной администрации и цены на продукты питания. Розничные цены на творог в Караганде увеличились на 5,4%, а куриное мясо на 4%. По данным областного департамента статистики, цены на другие социально значимые продукты питания остались на прежнем уровне, а по некоторым наблюдается даже снижение. В основном это касается сезонных овощей. Морковь на 14%, по городу Карагандея труба, пища на 7%, снижение сахара, песок по Карагандея на 6,8%, по дисказгану на 8,9%. Яйцо куриное по Карагандея на 4,7%, по дисказгану на 2,5%. По мнению областных властей, на стабилизацию цен большое влияние оказывают сельскохозяйственные ярмарки. 24 сентября пройдет последняя ярмарка в Астане, а затем свою продукцию сельхозпроизводители Карагандинского региона будут представлять в городах области. Тем более ярмарки нужны, как раз уборочная кампания завершается, и ярмарки, чтобы нас могли запастись. Так ежегодно делали, да? 23 сентября в последнюю ярмарку в Астане, и потом в середину апреля начнем сельскохозяйственных ярмарок. А только в Карагандине? Во всех городах? И во всех городах еженедельно проводится. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов отметил, что подготовка региона к отопительному сезону и проведение сельскохозяйственных ярмарок находится в приоритете у областных властей. Совещания по этим вопросам будут проводиться регулярно. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Карагандинском доме дружбы вручены премии Акима области Тельжана Шарен. Премия вручается за вклад в развитие государственного языка среди сотрудников учреждений и организаций, государственных служащих, журналистов и молодежи. Анастасия, Республика Латянея, область Тельжана Шарен. Анастасия Бережнова, студентка Карагандинского экономического университета. Несмотря на свою молодость, девушка стала обладателем премии Акима области Тельжан Шаре в номинации «Знаток языка». Она в совершенстве владеет государственным языком. Анастасия заявила, что этому обязана в первую очередь своим родителям и учителям. Сегодняшнее достижение – это в первую очередь достижение моих родителей и учителей. Благодаря им я освоила язык и в будущем мечтаю реализовать себя в сфере журналистики. Премия Акима Карагандинской области вручается за вклад в развитие государственного языка среди сотрудников учреждений и организаций государственных служащих, журналистов и молодежи. Аким области Ирлан Кашанов подчеркнул, что с каждым годом растет интерес к государственному языку у молодежи. Это говорит о правильном векторе развития государственной политики. Также глава региона отметил важность перехода на латиницу. Как неоднократно отмечал глава государства, переход на латиницу не означает отказ от русского языка. Вместе с внедрением латинского алфавита в государственный язык продолжится политика трехязычек. Более того, Дурфултан Алишич буквально накануне заявил, переход казахского языка на латиницу сплотит нас еще больше. Если мы все поддержим этот прогрессивный шаг, в выигрыше останется весь народ. В этом году на премии в семи номинациях претендовало около 200 человек. Обладателем главной премии Тель Майтал Маны в размере одного миллиона тенге стал заместитель главного редактора областной газеты Ортал Казахстан Ерсен Мусабеков. Шесть номинантов стали обладателями премии по 300 тысяч тенге. Среди них журналисты, бизнесмены, чиновники, а также пилот коммерческой авиации. Присуждение премии Акима Карагандинской области Тель Жан Шаре стало хорошей традицией и мотивацией для изучения и развития государственного языка, отметили организаторы, приводя слова президента страны «Будущее Казахстана в казахском языке». Педагогическая общественность Караганды убеждена, что переход казахского алфавита на латиницу выведет Казахстан на новый уровень. Это изменение сделает государственный язык более доступным как для населения, так и для мирового сообщества. Латинская графика по-своему эффективна. После смены начертания алфавита тексты будут более удобными к прочтению, считают в Карагандинском государственном университете. Благодаря переходу на латиницу казахский язык будет проще использовать в технической сфере. И все же переход на латиницу не приемлет спешки. Сегодня необходимо обсудить алфавит, глубоко проанализировать каждую букву, каждый знак и обозначение. «Менять алфавит – нелегкое дело, как для народа, так и для страны. У нас была практика в 20 веке. Сначала была арабская графика. Затем ее сменила латиница, потом вели кириллицу, которой мы пользуемся и по сей день. Латинский алфавит в первую очередь дает возможность казахскому языку сохранить чистоту. Во-вторых, вся мировая научная литература опубликована латинским шрифтом. Я целиком и полностью поддерживаю эту идею и призываю всех казахстанцев активно участвовать во внедрении латинского алфавита». Торговая сеть «Скиф» представляет новые акционные предложения с 11 по 24 сентября. Крупа гречневая Евразия «Фудс» – 1 килограмм 195 тенге. Сервелат «Дедов» – 1 килограмм 1065 тенге. Масло подсолнечное «Аскан» – 5 литров 1619 тенге. Средства для стирки «Тайт» – 1799 тенге. «Скиф» – просто сравни цены. Молодые офицеры демонстрируют боевые навыки, приобретенные за год. На полигоне поселка Харабас региональное командование «Урталык» собрало молодых лейтенантов на учебно-методические сборы. Рустам Дусенов – уроженец Петропавловска. В прошлом году окончил военное училище национальной гвардии. Сегодня проходит службу в Сепногорске на должности командира взвода. В подобных сборах принимает участие во второй раз. Он отметил, что для него выполнение заданий не составило сложностей. Все выпускники стараются, выпускники вуза национальной гвардии, военный институт национальной гвардии Республики Астан. Все показывают хорошие навыки, приобретенные за год службы в войсках. Боевую подготовку. Учебно-методические сборы для выпускников военного училища проходят в течение пяти дней. Главная цель – укрепить теоретические знания и практические навыки, которые были получены в училище и на службе. Заместитель командующего регионального командования Орталох полковник Алтымбек Жусупов подчеркнул, что перед участниками сбора стоит ряд задач по повышению боевой готовности командиров взводов. Главная наша задача – это наша боевая подготовка, командирская. Мы основной боевая подготовка предназначены для выполнения боевой службы. И здесь все элементы, все зависит от командиров взводов, младших командиров. Как они подготовят своих командиров в отделении, сержантов взводов, также вновь прибывших солдат. Недавно закончилось слаживание подразделения, вновь призванное 2017 года в мае вместе с молодыми солдатами. Непосредственно сейчас будет осенний призыв. Перед осенним призывом вот сейчас учебный медицинский сбор. В сборах принимает участие более 60 военнослужащих из центральных и северных регионов страны. С каждыми из них проводится индивидуальная работа. Командование Национальной гвардии уверено, что подобные мероприятия повышают профессионализм военнослужащих. К другим новостям. Дом без насилия. Именно так местная полицейская служба назвала профилактическую акцию. Главная цель – минимизировать тяжкие последствия бытового насилия, а также вовлечь широкие слои населения в решении проблем неблагополучных семей. В Карагандинской области ежегодно за совершение насилия в семье к ответственности привлекается свыше трех тысяч человек. Эта неутешительная статистика подвигла полицейских на проведение профилактической акции, названной «Дом без насилия». В ходе акции «Стражи порядка» проверяли неблагополучные семьи. Особое внимание уделялось гражданам, в отношении которых вынесены защитные предписания. Полицейские отмечают, что люди из неблагополучных семей плохо идут на контакт. А потому перед инспекторами стоит задача – максимально подробно рассказать о том, какими правами обладают женщины, куда можно обратиться в случае бытового насилия. Для этого активно раздавалась наглядная агитация, проводились консультации по правовой тематике. Маленькой Карагандинке Диане Запольской необходима операция по удалению рака печени. Операция в зарубежных клиниках стоит не менее 100 тысяч американских долларов. Через наш телеканал мама Дианы обратилась ко всем неравнодушным людям. Диане Запольской всего два года и 10 месяцев. Еще пару месяцев назад родители нарадоваться не могли на свою здоровую и активную девочку. Но сегодня врачи поставили ей страшный диагноз – рак печени. А началось все с банальной простуды. Уже находясь в больнице, мама Дианы настояла на УЗИ обследовании брюшной полости. Я настояла, чтобы нам сделали УЗИ брюшной полости. УЗИ брюшной полости показала образование в печени. Диагноз сразу поставили, да? Нет, под вопросом. Диагноз поставили под вопросом гипотопостума – это рак печени. Нас срочно санавиации направили в Астану, в Центр материнства и детства. Там провели мини-операцию, взяли биопсию. Через неделю результаты были готовы. Диагноз подтвердился. Этот же диагноз подтвердили и московские специалисты. Сегодня маленькая Диана уже прошла два курса химиотерапии. Впереди третья. Для радикальной борьбы с недугом необходима операция. Но только после того, как уменьшится опухоль после химиотерапии. Лучше всего такие операции делают в Корее или в Германии. Ну, это вообще что-то такое тяжелое, редкое заболевание. Мы самые первые в этом году. Никого нет с таким диагнозом. Астане и в Караганде. Вот мы только одни. Поэтому я посоветовавшись вот с родителями. Есть родители, которые в России с таким же диагнозом. Они кто-то лечатся, кто-то уехал в Германию, кто-то уехал в Корею. Где есть положительная динамика. На заграничную операцию необходимы деньги. Не менее 100 тысяч американских долларов. Раушан обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой и помощью. Ребенок у меня единственный. Успела в садик походить только пять дней. Вещи, которые я покупала, и в садик сейчас теперь в онкологию одеваю. Далее о спорте. Карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» уступил в овертайме Тюменскому рубину. 12 сентября на ледовой площадке Караганда-Арена наша дружина провела очередной матч в рамках чемпионата высшей хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 2-3. В игре достойных друг друга соперников ход противостояния предопределили нюансы. Счет на седьмой минуте, реализовав большинство, открыли хозяева. Отличился Илья Антоновский. Однако тюменцам не потребовалось много времени, чтобы восстановить равновесие. Стремительную контратаку завершил Егор Попов. Первый период завершился при равном счете 1-1. Второй отрезок отличился острыми атаками и контратаками, но заброшенной шайбы зрители так и не увидели. Все решалось в третьем игровом отрезке. На 42-й минуте гости смогли вырваться вперед, однако главные события были еще впереди. Хозяева смогли сравнять счет усилиями Эдварда Синксны. 2-2. Концовка периода знаменовалась активной игрой, но соперников рассудил овертайм. Правда, продлился он недолго. На 61-й минуте рубиновец Руслан Трубкин умело подставил клюшку под бросок, и шайба влетела в сетку ворот Сарарки. Комментируя прошедшую игру, наставник Сарарки Александр Соколов заявил, что Рубин играл жестко. Именно этого и не хватило нашим хоккеистам. А 16 сентября состоится казахстанская дерби. Сарарка отправится в гости к Усть-Каменогорскому торпедо. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Предприятие Караганды СО распространило информацию об отключении питьевой воды в Майкудоке. 14 сентября будут производиться работы по воду в эксплуатацию участка водопровода в 12-м микрорайоне. В связи с этим будет прекращена подача питьевой воды в 12-м, 17-м, 11-м микрорайонах, а также на улицах Магнитогорска, Бирюзова и Кузимбаева. Компания Караганды СО рекомендует жителям иметь суточный запас питьевой воды. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, Аман Саугун. Субтитры создавал DimaTorzok